Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы с вами находимся в Манчестере, на стадионе Олд Траффорд, где сегодня состоится матч в рамках 20-го тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. Один из самых ожидаемых матчей в Англии. Болельщики подготовились на славу. Великолепные изображения Давида Дехея, огромные за воротами. Причем таких масштабов изображений я давненько не вспомнил. Ну и сегодня будет Манчестерское дерби. Одно из самых ожидаемых в Англии. Одно из самых горячих противостояний вообще в Англии. И сегодня будет очень интересная встреча, потому что Манчестер Сити ведет погоню за Арсеналом, которые улетели далеко вперед со своим великим словом доминациям. Состав Манчестер Юнайтед. На ваших экранах Давид Дехея в воротах в обороне. Диогу Далотров, Эльваран, Лиссандро Мартинес в полузащите Каземиро. И 4-2-3-1 схема у МЮ. Слева Люк Шоу, Каземиро Эриксон в полузащите, Энтони Решерт по краям, Бруно Фернандеш на ЦАПе и на Стре Маркус Решерт. Состав Манчестер Сити на ваших экранах. У них схема 4-3-3. Обычное дело для команды Пеппа Гвардиолы, ворота Хедерсон, оборона Канцелла Порт, Диэш Уокер, полузащита Дебрюйна Родригюн Даган и в нападении Гриллиш, Фоден и Холланд. Очень интересный матч будет, потому что Сити ведет погоню за Арсеналом. Там разница между ними 5 очков. А Юнайтед набрали очень хороший ход после ухода Криштиану Роналду. И сейчас они уже на четвертом месте. Впереди Ньюкасл, но у них одинаковое количество очков, по 35 очков. 39 у Сити и 44 у Арсенала. И сегодня будет как раз первая по-настоящему серьезная проверка Манчестер Юнайтед, которые и в Кубке дальше идут, и в чемпионате здорово со всеми разбираются. Канцеллу, передача Холланд, обратно Гюндаган. Фоден, Холланд, здорово, Фоден, передача под удар, удар поворотом от Кевина Дебрюйна на месте Давид Дехея. Первый опасный момент в матче на 13-й минуте случается. Его создают футболисты Манчестер Сити. Угловой удар Манчестер Юнайтед, 26-я минута, Кристиан Эриксон пошел подавать. Вот он навес на объезженную штангу. Удар головой от Бруно Фернандеша. И забирает мяч в руки спокойно Эдерсон. Фоден, пас проходит Холланд. Передача обратно, Фоден. Еще правее, Уокер, штрафной. Можно прострелять, Уокер. Уокер, передача под удар. Вот он, удар есть. И Дехея забирает мяч в руки. Гюндаган, Фоден. Дебрюйна, удар поворотом, гол. Голл Манчестер Сити. Открывают счет в матче под занавес первого тайма. И это делает Кевин Дебрюйне. Очень часто он у нас забивает в наших прогнозах, согласитесь. В том прогнозе в матче против Челси забил. Правда, гол оказался единственным для его команды. И тогда проиграл Сити 4-1. Сейчас Кевин Дебрюйне открывает счет в матче. На 44-й минуте и ликование Пепа Гвардиолы. Только я хотел было сказать, что какой-то скучноватый первый тайм. Нет такого огня, какой был у нас, например, вчера в матче Наполя-Ювентус. А здесь так по-английски академично все. Как тут Манчестер Сити решает развеять эту тоску. И забивает гол под занавес первого тайма. Все, перерыв. 0-1 Манчестер Сити обыгрывает Манчестер Юнайтед после первого тайма. Благодаря голу Кевина Дебрюйна, забитому буквально под самый занавес первого тайма. Что называется, в раздевалку. А так у Кевина сегодня уже один удар был. Но с ним справился Давид Дехея. Перерыв. Статистика. Ну, как я и говорил, скучновато. Владение мячом Сити. Вот это тот Сити, который я знаю. Который будет владеть мячом большую часть времени. 62% против 38МЮ. По ударам 1-3 в пользу Сити. И один из них уже закончился голом. Ожидаемые голы почти 2 у Сити, в то время как у Манчестер Юнайтед 0. И этот институт был, напомню, головой от Бурно Фернадоша. Точно в руки Эдерсона. По передачам Сити у них больше. По отборам также лучше Манчестер Сити. Успешные отборы за Юнайтед остались. По перехватам Сити лучше. По сейвам ничья 1-1. Нарушений не было. Оффсайдов не было. По угловым абсолютное равенство. Штрафных не было. Пенальти не было. Желтых, красных не было. Успешных обводок у Сити ощутимо больше. 96% успешных обводок против 89 Манчестер Юнайтед. Точность ударов. Вот это парадокс, конечно. Но это футбол. Так бывает. 100% у Манчестер Юнайтед. И 67% лишь у Сити. Но при этом у Сити гол уже один есть с такой точностью ударов. Ну и точность пасов, как и подобает лучшим командам Англии. Ну и вообще топ-клубам мировым. 92% точных пасов у Манчестер Юнайтед. 94% у Манчестер Сити. Мы отправляемся во второй тайм. Как-то действительно скучно, буднично, академично играют команды. И даже напрягаться и кричать не хочется. Без истерик и фанатизма хочется комментировать этот матч. Очень спокойно. В духе Юрия Альбертовича Розенова. Светлая ему память. Пошли замены. У Манчестер Юнайтед сразу на четвертой минуте второго тайма. Эрик Тенхак. У меня к тебе есть парочку вопросов. Уходит с поля Кристиан Эриксон. Вместо него выходит Харри Магуайр. А здесь момент у МЮ. Бруно Фернандеш. Сравнивает счет в матче. Тут же. Хотя все равно замена очень странная. Как можно было менять полузащитника, который плетет тебе игру в атаке, на центрального защитника. На этот, извините, холодильник. Но у Манчестер Юнайтед есть Бруно Фернандеш, который может зарешать. Я все думал в первом тайме, что слишком мельчил Манчестер Юнайтед. Им не хватало какого-нибудь дальнего удара. Вот Бруно был на подходе к штрафной. Можно было бы вмазать разочек с дальней дистанции на метров с 20. Потому что у Бруно очень хорошие дальние удары. Нет, он пытался найти передачи Марсиале и Решфорда. И передачи в итоге не проходили. И атака накрывалась медным тазом. Но вот сейчас Бруно вошел в штрафную и сам разобрался. И счет становится ничейным 1-1. Казамиро. Шутки шутками, а замены надо по позиции у Манчестер Юнайтед. Вот он, Харри Магуайр. Вот он. Отдает передачу на Марсиале. Марсиаль проходит на финтах Рубе на Диэша. Ничего подобного. Пошли замены и у Сити. Илка Гюндаган покидает поле. Вместо него выходит Бернардо Силова. Я вот тоже не озвучил одну вещь. Хотя она в голове у меня сидит. Так достаточно долгое время. Мощная португальская диаспора сегодня у обеих команд. Такой десант португальцев. Бернардо Силова. Передача. Холланд. Под удар. Удар Фодена. Есть и гол. И Манчестер Сити тоже сразу же после замены забивает гол. Фил Фоден. 68-я минута. 1-2 в пользу Манчестер Сити. Ну, очень много португальцев в обеих командах. Это я продолжаю тему. И Фил Фоден обогнал Гарри Магуайра. Вот вам и заменки. Вот вам Эрик Тенхак. И замена. Негодует наставник МЮ. Об этом надо было думать прежде, чем ты выпускал Магуайра на позицию центрального полузащитника. Он действительно играет на позиции Эриксона. Никаких тактических перестроений МЮ не сделал. Никаких. Гарри Магуайр действительно один из двух центральных полузащитников сегодня. Рэшфорд. Рэшфорд. Марсиаль. Магуайр готов был забежать в штрафную. Гарри Магуайр. Марсиаль. Бруй Фернадош. Снова Антони Марсиаль с мячом. Входит в штрафную. Удар с левой ноги. На перекладе налетит мяч. И замену Мачитер Сити тут же. Джек Гриллиш, от которого сегодня больше убытков было, чем прибыли. Да, от него вообще больше пока убытков от его трансфера в Сити, как мне кажется. Вместо него выходит Риад Морес на последние, ну где-то минут 10 этого матча, потому что осталось 7 основных и плюс что-то добавит арбитр. Хотя пауз было немного, так что вряд ли будет добавлено чересчур много. Родри. Дальний удар, с которым справляется Давид Дехе. Вот это, конечно, интересный кадр, как там сейчас режиссер поиграл с этими планами, как будто Тенхак и Гвардиола стояли буквально рядом друг с другом. И Гвардиола что-то еще объясняет Джону Стоунзу. Или может Стоунз подсказывает Гвардиоле, что надо сделать. Да лот. Хороша передача. Фернадош, здорово, Марсиаль. Момент для удара, удар есть. Тащит Эдерсон. Все, финальный свисток. Манчестер Сити в гостях обыгрывает Манчестер Юнайтед со счетом 1-2. Несмотря на то, что команды вроде как взбодрились и живились, разобивались во втором тайме, но все равно игра прошла, если честно, как-то скучно, академично, без огня. Фил Фоден принес победу своей команде единственным ударом в матче. На 44-й мюте Кевин Дебрюйне счет открыл. На 50-й Бруно Фернандеш счет сравнял. И спустя почти 20 минут Фил Фоден принес Сити победу. Сатистика матча на ваших экранах. По владениям Мичем Сити также лучше, но уже преимущество чуть меньше. 55% против 45. По ударам Манчестер Сити лучше 4-6. По HDM голам тоже, естественно, лучше. По передачам примерное равенство, но у Сити все равно их чуть побольше. По отборам равенство. По успешным отборам 5-4 в пользу Манчестер Юнайтед. По перехватам лучше Сити 6-8. По сейвам так и осталось равенство 2-2. По нарушениям по нулям сегодня была предельно чистая игра. То есть академизм вот до такого дошел, что ни одного фала даже не было. Ни одной игры рукой. Могли там, конечно, разочек свистнуть, но так как мяч оставался в МЮ, поэтому арбитр решил не свистеть. Оффсайдов не было, никто никого не торопился. Все играли размеренно, с чувством, толком, с расстановкой. По угловым 1-3 в пользу Сити. Штрафных не было, пенальти не было. Ну и так как нарушений не было, то откуда желтым и красным взяться? По обводкам. Так и остался лучший Сити. 94% у них против 91% МЮ. МЮ чуть подтянули этот. Показатель. Точность удара 75% у Манчестер Юнайтед, 67% у Сити. Но это не помешало горожанам выиграть. Ну и точность пасов так и осталась на высоком уровне. 92% точность пасов в МЮ. По-моему, такая же она и была после первого тайма. И чуть сбавил Сити буквально на самую малость. 93%. Ну а на этом все. Наш матч подошел к концу. Пишите в комментариях свои прогнозы на этот матч. Все прочитаю. Ну и посмотрим, кто окажется прав. Не забывайте также поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Потому что впереди у нас много матчей. И мы еще в таких матчах увидимся и услышимся. Так что прощаюсь я с вами ненадолго. С вами был, как всегда, Мего. Всем до скорого. Всем пока.